друзья всем привет как у вас дела как вечер мы начинаем очередной наш вебинар из серии про выход на международные рынки поставьте плюсики если меня слышно и видно привет привет мы вас очень попросим когда вы пишете в чат обязательно выбирайте в графе кому все тогда у нас в чате будет происходить какая-то беседа и все будут видеть ваши вопросы и комментарии противном случае их увижу только я я их конечно же зачитаю но будет намного лучше и нам всем приятнее если вы будете выбирать в графе кому все меня зовут олеся я руководитель отдела по организации мероприятия в акселераторе фри я сегодня буду вашим модератором этого вебинара у нас уже прошла прошло несколько вебинаров на которых мы говорили как в целом выбирать сейчас рынки для масштабирования у нас был вебинар на котором мы рассказывали про страны латинской америки на прошлой неделе мы говорили про индию китай немножко к восточную азию сегодня мы поговорим про работу на рынке африки и средней азии у нас сегодня на вебинаре выступит роман лавретьев сей фокс николай харин основатель звонобот а также у нас будет небольшая вставка мы вам расскажем про то как акселератор фри помогает масштабироваться на международные рынки и у нас выступит екатерина шкурина начальник отдела акселерационных программ мэдс и коджи мурат алиев сел программы go global я вас также приглашаю в наш чат free network у нас ним собираются все участники наших вебинаров и мероприятий в чате вы можете найти единомышленников партнеров клиентов экспертов по разным вопросам делиться своим мнением обмениваться мнением спрашивать совета приглашаем вас вступить в этот чат и еще небольшую объявленица у нас про африку мы также делали прямой эфир в нашем канале который называется go global channel мы общались с михаилом ляпином который очень давно уже живет в африке и в целом специализируется на этом рынке вы можете подписаться на этот канал видео с прошлой неделе с эфиром про африку она там есть так туда же мы выложим видео сегодняшнего вебинара естественно у вас будет несколько видео про разные рынки с разным мнением вот на этом наверно моя вводная заканчивается я хочу пригласить романа лаврентьева в эфир рассказать нам про его опыт работы на рынке африки привет ребят еще раз олеся спасибо такое странное ощущение как раздороваться и видеть черные черные окошки но ничего это современные реалии так кроме презентацию как видно отлично видно супер всем еще раз привет доброго вечера или доброго утра смотря кто где находится хочется рассказать нашу историю то как мы запускали наш маркет юнит в африке и какой бизнес мы там делали что у нас получилось и главное что у нас не получилось сделать пару слов расскажу про себя меня зовут рома лаврентьев я предприниматель executive менеджер войти компаниях с недавних пор я оставил свою позицию с его с айфоксе и сейчас отвечаю за стратегию развития системы в узбекистане и отсюда сегодня хочу поделиться вам свои истории про наш африканский выход и потом немного рассказать следующий сессии уже про рынок узбекистана потому что мне как человек уже повидавшему несколько рынков кажется это направление супер интересным хочется тоже рассказать про него очень коротко я предприниматель мне было несколько своих компаний которые мне удалось построить и продать последние шесть лет я занимаюсь тем что создаю продукты финтехи и телекоме и постоянно бесконечно где-то учусь это вот мой фетиш и остановиться пока в этом у меня не получается я супер от этого процесса очень кайфую про сайфокс что за продукты мы делаем кажется это важно для того чтобы понять почему у нас была такая траектория выхода на африканский рынок сайфокс это крутая успешная компания которая создана в россии предпринимателями и она на сегодняшний день делает супер интересные решения для телеком операторов которые помогают операторам зарабатывать новую выручку компания с российскими корнями с очень классные сильные мощные инженерной команды которая в какой-то момент времени задумывалась о том а почему мы работаем только в россии почему бы нам не попробовать по выходить на другие рынки и наверное здесь должна была быть красивая история про то что мы наняли классных консалтеров которые проанализировали рынок мировой и сказали нам о том что ребят смотрите вот в африке есть такая классная ниша для ваших продуктов но это было бы полной неправдой потому что в африке мы оказались совершенно случайно один из партнеров который провел как миша ляпин мой добрый сосед по кении по нейроби провел там какое-то время приехал посмотрел сказал типа ребят почему вы не вводите в африку мы конечно сначала посмеялись потому что ну не знаю как у вас но вот у меня по крайней мере изначально было такое впечатление про африку потому что я там почти никогда не путешествовал кроме египта нигде не был и у меня казалось что там просто нету ничего да и тем более господи какие enterprise решения для телеком операторов ну как бы казалось что это слишком далеко слишком непонятно и вряд ли монетизируемо вот тем не менее это казалось не так оказывается что большое большое количество разных компаний в том числе американских и oracle microsoft и uber и другие уже выходят на африканские рынки и рынок является супер перспективным для роста в будущем но про это чуть попозже расскажу в общем мы решили сыграть в кости сделать ставку и решили попробовать выйти на африканский рынок а с чего мы начали мы начали с такой достаточно наверное понятного логичного шага небольшая но супер мощная команда с кофаундерами высадилась в кении и просто мы сделали такой большой большой ролл шоу по потенциальным первичным партнерам как на которых мы смогли выйти для того чтобы в целом просто посмотреть вообще что такое африка как живут люди сколько что стоит вообще как какие тарифы у операторов чем они живут как они развиваются как общаются бизнес люди как происходят митинги то есть вот это все прям захотелось попробовать трехнедельный такой road trip по трем или по четырем странам у нас получилось сделать были но стоп встречи в отелях в офисах партнеров которые нам помогали продавать наши продукты дальше в операторов и этот период такой был приятный а потому что здесь формировались надежды мы встречались партнерами все были супер рады все были очень френдли все говорили что блин ребята как круто что мы вас здесь ждали и наверное это такой первый сигнал который нужно как бы как сказать держать в уме на когда вы выходите на африканский рынок а вы будете чувствовать себя что блин вот класс вы приехали в то место в которое вы должны были попасть здесь все все очень рады и хотят с вами начать работать и сотрудничать в этот момент формируются очень большие надежды и завышенные ожидания с которыми попозже мы столкнулись в реальности мы соответственно приняли решение что окей давайте мы будем запускать маркет юнит это две фотографии которые как мне кажется характеризуют найроби да и кению эта страна с которой мы начали то есть с одной стороны то есть это люди которые еще там очень много к сожалению используют вручную труда вообще для своей дневной рутины и все-таки конечно африка если мы ну так вот просто данном обывательском уровне прилетаем не знаю в кению в код-дивуар в танзанию мы конечно в любом случае ощущаем что есть в некотором смысле разрыв уровня жизни я не сравниваю западные страны даст даже по отношению тому что мы привыкли например живя в россии но с другой стороны да если вот левая картинка вообще-то например опять же таки на примере найроби и на примере кении это достаточно развитая страна то есть во первых ну то есть инфраструктура да есть дороги есть дома есть парки есть большое количество шопинг-маллов есть бизнес-центр есть небоскребы это все говорит о том что в целом мои личные ожидания да они были очень занижены по отношению именно к уровню жизни и благоустройству в африке я вдруг понял что там есть больница там есть хороший сервис там есть убер еда и кажется что здесь можно жить да это вот так вот визуально выглядит трафик на улицах найроби что еще меня супер сильно шокировало когда мы начали разбираться вообще выходить там дальше и соцтапить ли там маркет юнит или нет это конечно как бы цифры потому что на континенте мы увидели что живет 1 и 3 миллиарда человек ну то есть это прям кажется что это очень много и в итоге это больше чем европа плюс россия а это означает что блин значит точно что-то можно попробовать сделать вот самые большие страны там нигерия эфиопия да в кении живет примерно около 50 миллионов человек ну то есть это прям большие страны с большим растущим потреблением что еще из интересного вот я пожил в штатах россии в кении сейчас живу в зубкистане я прям четко чувствую что есть страны в которых ты чувствуешь что все все начинает взлетать как кривая хорошего стартапа потому что ки и танзания ну и в целом страны восточной африки и некоторые страны западной африки очень неплохо растут особенно за последнее время понятно что эти графики которые здесь есть по росту ввп они обусловлены в большей части тем что низкая база да то есть все таки так так не растут например развитые страны но даже то что такой темп им удается сохранять несмотря на к вид и другие проблемы которые возникают в мире это прям круто это ощущается вообще в городе ощущается в стране строятся новые дороги очень большое идет вложение в инфраструктуру в платные в платные трассы в платные дороги в торица новых аэропортов и как бы есть такое ощущение что как будто бы здесь все растет про кеню еще например да кстати вот ну если сравнивать тот же самый рост ввп да с ввп российской федерации то есть здесь что видно ну он назначено там в несколько раз меньше при этом что интересно да что средняя зарплата кеницы это там 400 ну я скажу наверно 400 долларов хотя в официальных источниках эта цифра 500 составляет ну то есть это не так мало это наверное сопоставимо с зарплатами людей которые живут у нас не в центральном например регионе ну то есть как-то лучше распределяются блага потому что все таки ввп меньше чем россии но как бы зарплата она в среднем какая-то более-менее адекватная это о чем могло может говорить вам если вы планируете на выходе выйти на этот рынок и о чем говорила нам о том что в целом человек примерно потребляет а похожие услуги в среднем какие он потребляет в россии до среднестатистический чек если мы уберем москву в кении живет 50 человек средний возраст населения 20 лет то есть это супер молодое население которое сейчас готова потреблять новые услуги которая а digital first да то есть они родились с мобильными телефонами в руках у них никогда не было к настольных компьютеров планшетов они сразу попали в мир аппликейшенов и смартфонов вот ну и конечно то что они молодые очень сильно определяют те продукты которые взлетают на рынке и которые работают в африке ну-ка выполняя картину да вот этого нашего первого впечатления то есть вообще то есть вот такие шикарные рестораны вообще-то есть большие торговые сети европейские и азиатские которые выходят на этот рынок и в целом если вы приедете там не знаю в условные на робе то вы поймете что все более-менее как у нас да то есть ритейл примерно устроен похожим образом очень сильно отличается банковская система сейчас про это расскажу то как работают рестораны то как работают сурботакси ну то есть в целом вы не почувствуете какой-то супер кардинальный принципиальной разницы если посмотреть на то как устроена бизнес да то есть как устроены договоры и взаимоотношениями между между партнерами что еще интересно наверное знать обязательно и важно про африку и в кению в частности это то что ну то есть там люди пропустили эру банкинга да первое что проникло почти в каждый уголок кейни это эта связь это мобильные операторы и мобильные операторы сделали то что не смогли сделать ни в одной стране мира то есть они заменили банки с помощью своего номера телефона на сегодняшний день почти в любой деревне которая как бы далеко не было от столицы лет больших городов у любого предпринимателя который торгует авокадо бананами и манго на улице есть возможность в моменте принять по номеру телефона и по или по специальному коду оплату да это конечно супер упрощает транзакции в том числе для приезжих то есть ты можешь оплатить все что угодно с помощью телефона мобильный на мобильный телефон насчет мобильного телефона люди получают пенсию покупают машины делают какие-то сейвингс для себя и для своей семьи собирают деньги на свадьбу в деревне и в общем мобильный оператор там это банковская система да и ну и естественно мобильный оператор вот но я подчеркну что очень круто заходит то что прям сразу же mobile first потому что люди живут в смартфонах у них нет стационарных компьютеров если есть какая-то гипотеза связанная или продуктовая идея со стационарными компьютерами скорее всего она ну сложно будет взлетать на на африканском рынке и такая ситуация почти во всех африканских странах по крайней мере во всех где мы работали и сталкивались с операторами из банковской системы местной в общем какая у нас была ключевая задача это кстати фотография наша у одного из наших клиентов это orange компания в ходе девуаре достаточно большой и лидирующий оператор в этой стране то есть что мы ставили себе задать в качестве задачи вот вот этой вот разведки нам нужно было провести тест-драйв партнеров потому что наш продукт это сложный enterprise решение которые ну почти наверное невозможно продавать просто холодную через линкдин и встречаясь с людьми с например условно с cmo или с seo внутри внутри оператора то есть нам для этого нужны были партнеры партнеров находить не так сложно потому что люди в африке очень при очень предприимчивые у них в этом смысле такой entrepreneurial mindset и они такие очень прям driven но нужно понимать что не каждый из партнеров как у нас оказалось это на практике может нас привести к хорошему результату то есть очень много люди часто переоценивают свои возможности очень часто люди переоценивают свои контакты до свой network и поэтому в общем нам важно было как-то протестить партнеров с которыми мы хотели дальше работать и взаимодействовать понятно что мы попытались каким-то образом почувствовать port of market фит достаточно сложно сделать в большом интерпрайсе потому что у тебя нету возможности это сделать как то количественно да и честно говоря даже качественно это сложно сделать даже ты встречаешься с какими-то партнерами все скорее будут улыбаться тебе и говорить что блин супер круто там давайте конечно работать и понять насколько они сильно заинтересованы в реал тайме очень сложно но тем не менее мы хотя бы попробовали и какой-то положительный фидбэк для себя получили вот ну еще африка как и многие развивающиеся страны здесь очень важно личное присутствие серьезность твоих намерений и от кого и кто ты да потому что если ты просто черное черное окошко в зуме которая продает там условно из там из любой страны неважно то скорее всего это не сработает ну потому что людям людям важно понимать что ты здесь серьезными намерениями приехал ты здесь есть физически они к этому привыкли почти все западные компании с которыми я так или иначе общался работают по такому же принципу то есть бесконечно летают обхаживают партнеров особенно это супер важно для b2b и b2c сегментов в общем такой у нас был ресерч разведка боем прямо на месте небольшой командой с какими-то нашими инсайтами и с очень большим вдохновением про то что супер надо запускать после этого мы приняли решение про то что окажется что классной идеей будет начать с того чтобы запустить market unit с местной командой команда местная это прям тоже отдельный отдельный большой learning и и как бы знание про то как правильно подбирать такую команду ну то есть мы высадили здесь небольшую небольшой штат людей которые занимались привлечением партнер то есть они закрывали полностью sales и project часть вся разработка и back-office у нас был был в москве да соответственно и остается первое что с чем мы сталкивались возможно миша ляпин рассказывал но к сожалению если ты приезжаешь в африку и в общем ну по многим из нас визуально понятно да что мы не дети африканского африканского континента то скорее всего мы столкнемся с тем что бюджеты на все будут расти ну не в геометрической прогрессе по как минимум мультипликаторы точно будут какие-то использоваться поэтому с чем бы вы не столкнулись от аренды офиса заканчивая покупкой мебели разговора про зарплаты конечно мы были вынуждены и так работает на сегодняшний африканский континент переплачивать много за то что мы не местные да и выходим на этот рынок но в целом это все более-менее терпимо какая еще была иллюзия может быть она есть у вас у меня уже и не осталось но когда ты выходишь в африку кажется что ты приедешь помните как фильме евро тур на вот там было не знаю два доллара и ты мог купить отель себе на эти два доллара так в общем это совершенно не так на все то к чему мы более-менее привыкли с точки зрения нормального сервиса аренды квартиры аренды машины продуктов в супермаркетах на самом деле все достаточно дорогое дороже чем в москве это обусловлено тем что в африке до сих пор очень сильно помимо юар до расслоение населения то есть очень много людей которые живут достаточно скромно и очень небольшое количество людей кто может себе позволить жить в более дорогих отелях питаться более дорогими продуктами так далее конкуренция очень маленькая поэтому на хороший бизнес-центр скорее всего очередь скорее всего он будет стоить за квадратный метр дороже чем в москве и и и к этому нужно быть готовым то есть если вы планируете выходить в африку не делайте косткатинг вашего бюджета на пополам потому что как бы вроде африка развивающийся регион я бы на самом деле добавил какой-нибудь мультипликатор для того чтобы попасть более точно в оценку бюджета сколько все примерно стоит я вот здесь на слайде постарался какие-то там ключевые там параметры плюс-минус зафиксировать чтобы примерно там какие-то были там ориентиры на условно какой-то там офис в 30 квадратных метров будет стоить примерно около 2000 долларов зарплаты человека который может отвечать за market unit может варьироваться от 3 до 10 тысяч долларов в зависимости от от его опыта и того где он учился потому что большое количество ребят учатся например в англии да и потом приезжают обратно в африку и конечно они стоят дорого потому что у них такой уже очень хороший очень хороший бэкграунд ну какие-то вот такие примерные расценки про про людей в айти да чтобы просто было понятно на что можно ориентироваться когда выходите в кению это фотки нашего офиса и нашей команды супер классные ребята с которыми было очень комфортно нам работать и которые которые прикольно так вот слились с нашей российской культуры сейчас чуть чуть позже я про это расскажу культурный код с чем пришлось столкнуться когда мы запускали и развивались в этом регионе в на языке суахили есть такое слово называется поле поле в целом мне кажется что кто-то из вас возможно считая так же как я что у многих южных стран есть такое более легкое отношение к жизни и вот поле поле означает что если например вы будете суетиться ожидая в кофейне больше десяти минут свой кофе который вы заказали то вам могут сказать типа поле поле типа потом ну в смысле человек там не напрягайся не спеши потому что не очень понятно почему ты суетишься и зачем когда жизнь в целом там как бы не должна идти вот по такой по и по такой суетливой манере и это конечно сразу столкновение двух культур потому что многие там коллеги да и я сам как бы такой более активный человек мне хочется все было четко быстрее особенно там наши московские ритмы они нас они заставляют нас двигаться по-другому у людей совершенно другая культура и первое что с чем придется столкнуться с чем столкнулся я любой срок мы умножаем просто на 2 то есть если мы там планируем подписать контракт завтра на что пишем его послезавтра если договорились какой-нибудь поставки через неделю скорее всего она будет через две то есть это абсолютно нормально это не признак неуважения это признак того что люди проще относятся к дедлайнам люди проще относятся к тому что что-то можно перенести люди особенно в кении в целом окей для того чтобы там поставить какие-то личные приоритеты там связанные с семьей по отношению к работе как бы странно это не звучало доказалось что прям люди в африке должны там просто не знаю супер сильно быть вовлеченными в процесс работодателя но это не совсем так до оптимизм driven это вот кстати наша наша команда и если посмотрите на лица африканских ребят вы никогда не найдете даже в жизни их не улыбающимся то есть это супер классные классные люди очень классная ментальность у которой я сам учился быть более оптимистичным улыбаться чаще и они у них есть такая особенность они всегда видят реальность чуть чуть наверное лучшем свете чем она есть на самом деле поэтому когда мы разговаривали с нашими партнерами или вот с ребятами кто отвечали за продажи да там спрашивая вполне себе понятный конкретный вопрос какой у нас план когда мы подпишем тот или иной контракт и например да вот из нашего там пайплайна там 20 контрактов которые находятся на финальной стадии сколько мы сможем подписать в этом месяце они говорили все да то есть и все и они говорили с этой с уверенностью с улыбкой потому что ну вот у них такой вот такой взгляд на мир да что все должно быть хорошо и когда это случается не хорошо или не по плану они говорят ничего страшного все будет хорошо поэтому любые планы по продажам если у вас будут в команде сузы локальные они у вас точно будут особенно если это b2b enterprise это просто я считаю невозможно по-другому устроить на африканском континенте значит вы помните да что я рекомендовал если у вас есть расходы в бюджете их лучше умножить на 2 если у вас есть план продаж от локального юнита лучше естественно сократить надо тогда вы примерно сойдетесь в какой-то реальности ну примерно что еще важно понимать я не знаю понятно ли название слайда или нет но в коммуникации с ребятами я столкнулся с следующей историей что у нас достаточно классная команда в россии и вам многие из вас наверное там кто особенно работают войти знает что в целом это классные образованные ребята которым ты можешь поставить высокоуровневую задачу и не заниматься микроменеджментом и так в целом я привык управлять всеми своими командами да больше такое как бы сервантное лидерство и партнерский подход в африке это не работает то есть люди от тебя ждут очень сильные конкретики например когда я ставил задачу там проведите маркетинговые исследования там да или что-то в этом роде сталкиваешься с тем что если это прям топ-менеджер да то в целом он как-то конечно разберется с этой задачей но скорее всего не так как мне нужно если это рядовой сотрудник то он просто растеряется и и как бы и не будет понимать до конца что делать не потому что он не знает просто потому что у них так принято и система управления она такая более вертикальная то есть если тебя есть человек ты должен ему четко поставить задачу вспоминаем smart да и просто сказать вот это нужно сделать проконтролировать выполнить и к сожалению это накладывает дополнительную операционную нагрузку на на управленцы да или там на команду на предпринимателя который запускает там потому что тебе необходимо постоянно что-то контролировать да очень сложно прям отпустить процесс чтобы он шел и почти каждый шаг ты должен чекать 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 задачу которую там не очень понятно как поступаться вот поэтому нужно говорить очень четко да с локальной командой с местной командой я имею с условно с какой-то российской нужно наоборот по-другому то есть совмещать в себе для ментальности управления да и вот в африке обещания они не означают никакого как бы коммитмента потому что просто это не это это так устроено опять же таки да то есть как я к этому отношусь 1 1 там несколько раз конечно это очень сильно выбивает из кали потому что если там чек тебе пообещал что там завтра все будет да или там завтра мы подпишем договор и этого не происходит на стороне например клиент или партнера у меня возникали какие-то ощущения ну там условно такой блин ну как так мы же вроде как бы хорошо общались у нас хорошо выстроенные отношения да такой какой-то внутренний обиды и очень понимание того насколько мы с партнером в хороших взаимоотношениях находимся но потом я просто понял что это вот это нормально и не потому что я не там да не уважаемый партнер или или по каким-то таким причинам просто люди к этому легче относится ну слушай не подписали сегодня подпишем завтра типа камон в чем собственно большая проблема да и хватит хмурится вообще поле-поле и давай кайфу от того что светит солнце и и у нас вообще с тобой классное партнерство образуется вот поэтому вот эти вот всякие штуки которые постоянно присутствуют коммуникации надо как-то иметь ввиду и с этим справляться пару слайдов расскажу про то как мы делали продажи потому что мне кажется вообще если я сам бы забирал свои презентации что-то вот важное то я бы забрал именно конкретную частью почему потому что ну мы просто прям на этом прожгли много денег насобирали кучу ошибок поняли как делать надо когда поняли как делать надо более-менее разобрались значит локальный интерпрайс продажи в интерпрайс в африке и в b2b мне кажется невозможно без партнеров потому что такие каналы стандартные как контент маркетинг или linkedin или прямые продажи то есть вообще не работают важно чтобы тебя к лицу принимающего решения привел тот кто с ним работает в нашем случае как вы помните это большие интерпрайс компании операторы до которых достучаться вообще в целом очень сложно особенно для людей принимающих решения поэтому с помощью наших вот партнеров кто присоединился нам в этот проект мы искали людей кто либо раньше работал в конкретном операторе либо сейчас обладает каким-то бизнесом либо делал консалтинг для телеком операторов для того чтобы получить возможность такого более теплого входа и интро с кем могли бы поговорить да это были очень разного уровня партнеры кто-то прям помогал нам вести сделку от начала до подписания кто-то делал просто интро и дальше там просто присутствовал в копии для того чтобы дать какой-то веса нашей коммуникации кто-то отваливался на пути то есть делал нам интро доводил нас до подписания контракта и уходил то есть были разные модели мы с ними постоянно искали какую-то оптимальную оптимальную схему но тем не менее кажется что никакого другого масштабируемого и нормального канала продаж для большого интерпрайса в африке но по крайней мере мне удалось мнение моей команде не удалось найти нужно быть готовым к тому что в интерпрайсе придется много лично присутствовать в регионе и без этого будет почти невозможно даже если у вас будет очень мощная локальная команда даже если она будет приезжать на встрече все равно все будут знать например что там у вашей компании условно российские или какие-то корни из восточной европы все будут хотеть видеть там условно либо акционера либо партнера либо сео из российского офиса то есть это это реально важно что еще я вынес из того что из того что мы там потратили много времени в в африке отдавать полностью продажу локальным ребятам к сожалению у нас не работает то есть нужно продавать самостоятельно особенно первые полгода год потому что очень много нюансов которые которые нужно самому чувствовать на кончиках пальцев и самостоятельно нажимать первые первые сделки иначе они будут зависать они будут зависать вот в этих вот отсутствующих дедлайнах они будут без без технологии продаж и вот как раз про технологию продаж это то чего мы не делали на самом старте да то есть мы скорее там пошли по по принципу есть партнер он заинтересован есть локальная команда есть хорошая мотивация в целом они должны с этим разобраться вот так не работает да еще короткая информация по партнеров мы с ними работали по разным схемам и по равеню шеринг и по какому-то ретейнеру который мы платили каждый месяц скорее пришли к тому что должна быть смешанная модель потому что только равеню шеринг очень мало партнеров могли себе позволить ждать например год да у нас средний цикл сделки это был 11 месяцев и поэтому для них было достаточно сложным просто находиться вот в этом ожидании без какого-то небольшого фи ну и соответственно просто ретейнер тоже не работает потому что партнеры там в целом хорошо подсаживались на на эту прекрасную историю про ежемесячные платежи да но не такая была сильная мотивация к доведению сделки до конца как найти таких партнеров и в них не влюбиться то что я сказал да на предыдущем слайде в целом у нас нам повезло у нас был партнер который нам сразу же открыл мир в какой-то первый спец первый список этих потенциальных локальных партнеров вот но в целом мы используем ты привлекали людей кто раньше работал в том или операторе например в целом если вы приезжаете в например в кению есть достаточно большое количество разных хабов разных площадок где предприниматели общаются очень быстро можно через network найти каких-то первых двух-трех чек которые могут вам открыть двери ну и в целом пришли концепция кто что партнера скорее открывает двери да но продажи нужно вести самостоятельно не отдавать ее точно партнеру а внедрять технологии про продажи про партнерские каналы еще не очевидны которые существуют например microsoft и awc у них есть партнерские программы которые позволяют компаниям например если мы говорим про awc если вы у них используете например серверная серверной мощности то они могут вас включить в свою программу b2b sales и продавать ваше решение и помогать вам проходить на лица принимающих решения они могут даже маркироваться сами совместно к обраде для того чтобы вы выглядели серьезнее и продавали лучше не знаю насколько это актуально в современных реалиях но тем не менее как бы это интересная возможность которую тоже можно зачекать про продажи вот так выглядел наш pipeline да то есть огромное количество сделок с разными операторами и и вроде как выглядело все неплохо неплохо и в общем класс да большой pipeline много сделок на последнем этапе почему бы не заработать много денег на самом деле мы столкнулись с тем что технологии продаж у нас как таковой не было то есть мы не очень сильно запаривались про там про бант и другие методологии пока кстати познакомились с очень классным солистом которого я лично рекомендую это никакая не реклама это прям ну просто партнер который как раз тоже работал во фри паши рисков который помогает выстраивать системные продажи делать их реально качественными в битуби в интерпрайзе международном уровне вот мы его пригласили как консультант в нашу команду он нам внедрял эту технологию то есть первое что мы сделали мы очень сильно начали запариваться по 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 квалификации наших клиентов когда ты приезжаешь в африке к телеком оператору к партнеру все говорят класс у вас классные решения вы там такие прям прикольные давайте делать бизнес и и и все тебя уводят в какой-то процесс и если на ранней стадии не квалифицировать конкретного лида то получается так что как будет как у нас в пайплайне там 70 сделок до по каждому из них идет какой-то traction но в целом не очень понятно вообще дойдут они до конца или нет очень слабо предсказуемые и очень сложно прогнозируемая штука почему так обычно происходит просто потому что на самом старте мы как бы верим ожиданиями которые приходят со стороны нашего потенциального клиента но никак их не проверяем на что значит проверять мы должны точно определить что у этого человека есть бюджет до что он принимает решение действительно и это прям много вопросов которые необходимо задать самое главное что что у них есть потребность вот в нашем решении потому что когда мы начали спрашивать у наших клиентов что будет например если вы там наше решение не поставите то очень многие говорили такие какие-то очень абстрактные фразы ну который я приравниваю к ничего да то есть ничего не случится и мы таких клиентов сразу начинали ну как бы квалифицировать достаточно низким приоритетом потому что стейлс хороших сезов и ресурсов всегда не хватает когда сделок очень много а внимание раз фокусируется и ты не можешь довести самые ключевые для себя сделки нагнать большой пайплайн достаточно не так сложно как закрыть эти финальные сделки поэтому очень рекомендую вообще ознакомиться с технологиями которые есть в американской практике по битве продажам они очень отличаются того что привыкли мы здесь видеть на тренингах россии и я ну просто супер рекомендую это внедрять потому что без этого в битве в интерпрайзе кажется можно сжечь просто дофига денег и ничего не заработать что еще важно что у нас неплохо работало после первой сделки мы вот попросили одного из наших клиентов написать нам такое письмо здесь там если коротко не даваясь подробностям нам описываются то что типа ребята у вас классный сервис там спасибо что вы там в общем подключились давайте дружить в общем такие success story очень классно помогают вовлекаться других операторов ну в смысле других интерпрайз клиентов нашем случае это операторы и помогают увеличивать вообще-то как бы конверсию реально потому что когда ты приходишь без success story в африканском регионе success story в европе ну это просто для них красивые картинки которые они видят очень часто не прилетает большое количество компаний рассказывает как сейчас все круто сделать а ты сделал хотя бы первый успешный кейс в локальной стране это дает себе хоть какое-то уже там первое признание и понимание что ты понимаешь что делать на этом рынке еще одна из важных штук да мы здесь составляли для себя как бы ideal customer profile то есть в конце концов мы начали понимать вообще куда мы хотим идти что там да не все операторы в нашем случае являются нашими клиентами и в общем их прям начали жестко структурировать чтобы не отвлекаться на то что скорее всего не будет нашим клиентам как бы сейчас нам просто не было к ним зайти в общем long story short так кстати называется мой телеграм-канал но идея заключилась в том что мы смогли продавать и казалось бы что вот там наши клиенты с которые мы работаем прям супер круто да и у нас получилось добытную как бы добиться какой-то у какого-то успеха но на самом деле мне казалось что сложнее всего продавать в африке но это была не самая сложная часть сложнее всего оказывается удерживать клиента делать хороший customer success и получать деньги из этого региона как бы банально наверно это не звучало в историю про 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 африку значит первая история которую я рассказываю про про одного из наших клиентов да это страна бурунди если вы не знали где находится эта страна в общем не переживайте я тоже не знал пока не оказался в африке страна в которой большое большая часть ее ввп занимает экспорта табака и в какой-то момент времени когда мы понялись когда мы продали наше решение когда мы сделали диплой этого решения мы столкнулись с тем что мы не могли получить оплату за наши наши сервисы и когда когда мы начали разбираться в общем пришлось выйти прямо на центральный банк и вести переговоры с ними оказалось что к сожалению сейчас в стране был не урожай табака а это означает что у них нету валюты а это означает что они сейчас не могут платить за товары и услуги не первого приоритета ну то есть медицинные лекарства любым другим партнером и ты как бы вынужден просто ждать когда у тебя созреет следующее следующее следующий сезон табака для того чтобы с тобой рассчитались в общем в этой стране ну кажется конечно там смешным сейчас но абсолютно сложно менеджер был внутри когда ты находишься этого процесса вот что мне рассказал их зампред центрального банка это то что скоро они будут выращивать еще марихуану для продажи западные страны но не для употребления в регионе они диверсифицируют свою экономику и после этого все соответственно у них будет хорошо вот так что такие интересные кейсы начинают встречаться это все конечно наверное смешно слушать на презентации но в момент когда вы выбираете страну в африке как бы банально это не звучало надо поехать посмотреть и разобраться с тем как реально происходят платежи насколько платежно платежеспособная страна и как там будут происходить вопросы 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 связанные с money transfer и еще классный факт который я нашел чуть потом оказывается что много западных компаний публикуют свою дебиторскую задолженность в африканских регионах то есть я нашел одну из авиакомпаний которая просто публикует отчетность свою публично и взбивают ее по странам и там прям очень четко видно какие задержки с какими задержками сталкиваются большие крупные компании например там эта компания из бурунди даже за деньги там два года но при этом из кении она там у них дебиторка это там 30 дней то есть это прям дает классное понимание насколько реальные бизнес не то что он будут партнеры рассказывать у нас там все хорошо у нас с валюты все прекрасно там все будет круто а вы увидите насколько реально потребуется много заморозить денег в той или иной стране в общем мы вообще полностью пересмотрели нашу стратегию на африку мы поняли что идти таким широким фронтом захватывать большое количество аккаунтов выходя в несколько регионов одновременно но это просто неэффективный так не работает поэтому мы решили сконцентрироваться на несколько операторов которых мы верим и соответственно дожать дожать оперейшнс именно в этих в этих странах какие самые главные lessons learn можно забрать вообще из презентации из моего опыта в общем надо делать больше исследований больше полевых исследований на месте потому что они реально позволяют прям сильно разобраться с тем что происходит я считаю что если вы не крупная госкорпорацию который там или не госкорпорация просто компанию которые огромные большие бюджеты да и даже если у вас есть большие бюджеты я считаю что нужно акупунктурно выходить на этот рынок то есть нужно выбрать одну конкретную страну может быть одного-двух больших аккаунтов если мы говорим про enterprise или если мы говорим про b2b сегмент какой-то сегмент и очень четко не распыляясь вообще никуда в другое место в другие сегменты и в другие страны попытаться сделать success story вот в этой конкретной стране и это сделать необходимо небольшой командой и своими силами то есть я бы рекомендовал market юнит открывать только после первых личных сделок когда уже по вы поймете что вы готовы масштабироваться в этом регионе customer success супер важная функция то есть продать если мы говорим про b2b про enterprise это одна проблема но дальше в африке кто-то должен очень хорошо поддерживать отношения с клиентами потому что они очень быстро у них вы уходит срок годности и в общем этим нужно заниматься кантри менеджер должен быть кто-то кто супер кровно завязан на бизнес это либо предприниматели либо кофаундер либо сего российской команды но он должен быть локально там с дня ноль иначе скорее всего ничего не взлетит какая бы крутая локальная команда там вас не было я продолжаю верить в то что в африку нужно выходить на тир ван рынке то есть начинать с юара кении возможно там под код девуара то есть там где точно все более менее хорошо точки зрения банковской финансовой системы свободной продажи покупка валюты отсутствующие проблемы с выводом денег возможность открывать счет и компанию без локального человека внутри капитала и так далее и тому подобное я предлагаю снижать ожидания несмотря на то что очень крутой регион и в нем можно работать но то есть как я уже говорил да косты выше продажи соответственно ниже ну и какие-то основные вещи наверное я уже проговорил наверное последние последние два момента которые я бы хотел сказать про африку а это то что следующее в африке есть классные ниши для продуктов я вижу их в следующих разрезах любое решение которое помогает либо больше зарабатывать либо супер сильно экономить на кастах для энтерпрайза и крупного битуби сегмента может зайти я почти не верю в какие-то сервисы для сме потому что я семья пока справляется с другими задачами да то есть это небольшие бизнесы и которым еще там рано до автоматизации маркетинга там и и так далее то есть им скорее важно там это выжить найти деньги на оборотку вообще понять как работать например с какими-то первыми системами учета то есть я не очень верю в какие-то вот такие вещи я очень сильно верю в истории для b2c но убер уже там убер доставка там болт доставка и такси тоже там ребята вот которые украинцы которые запустили классный сервис аналог авито до классифайт там marketplace уже там есть поэтому кажется что вот высоко частотные высокооборотистые сервисы могут там взлететь и там где можно зарабатывать немного на каждой транзакции в целом то что и делают операторы внедряя вот свои платежные системы и исключая банки и пластиковые карты из игры ну то есть это либо enterprise либо какие-то высокочастотные биту сишные сервисы которые можно масштабировать последнее чтобы я накидал про про этот регион это то что на него нужно очень долгосрочное я сталкивался тем что горизонты тех кто выходят да и наши там ожидания от этого рынка были такими что нам нужно заработать там ближайший как бы сразу год или там лучше выйти на брак иван в течение года это почти наверное невозможно сделать многие западные компании которые выходят туда у них горизонт 5-10 лет потому что они понимают что не столкнуться с проблемами дебютошки задолженности с поиском своей ниши с поиском локальных людей вот если у вас есть такой горизонт планирования на африку можно делать ставку и точно нужно делать ставку если у вас сейчас горизонт планирования условно полгода год то вряд ли туда можно приехать и получить очень-очень быстрых денег регион реально сложный но реально перспективный в таком длинном горизонте вот меня можно найти в телеграме на фейсбуке есть какие-то вопросы по поводу африки и они конкретные я прям точно с предпринимателями продактами топ-менеджерами и людьми кто заинтересован реально выходе на этот рынок готов поделиться какой-то своей информацией экспертиза и какими-то контактами вот ребят у меня все нора по презентации роман спасибо большое очень насыщенный 45 минут получились очень-очень много информации полезно спасибо тут есть несколько вопросов мне кажется возможно ты даже на них отвечал по ходу но я все таки их зачитаю раз уж они были вот там несколько стран озвучила на которые стоит выходить в африке но с какой страны лучше начать по твоему мнению ну это очень сильно зависит от продукта я не знаю как бы да что у вас за продукт но вообще так если совсем отвечать вот без какой-то вводной информации я бы сказал следующую историю то конечно комфортно начинать с юара или с кении но в юаре уже достаточно такая развитая конкуренция да то есть возможно столкнетесь с тем что нам будет очень сложно продавать решение в кении конкуренции по моему ощущению ниже да и это дает определенные возможности почему еще кения если вы раньше не жили в африке то вам будет очень супер классно и интересно и комфортно начать жить именно с этой страны потому что это бывшая английская колония в которой не было гражданской войны которая сделала преемственность условно английского права где все говорят на английском от уборщицы до понятно там менеджеров так далее даже сами кенийцы между собой общаются на английском все документы в банке государственные все на английском очень хороший уровень жизни потрясающе крутая страна которую можно исследовать да и сбалансировать свой work and life balance я бы стартовал оттуда при этом нужно понимать например да вот если мы говорим про опыт джиджи ребят которые делают классифайт в африке они начали стартовать с нигерии потому что это население 200 с лишним миллионов человек да она супер ориентирована на предпринимательскую деятельность и таки на микро на микро торговлю всем чем только можно там от орехов до там не знаю смартфонов и конечно я думаю что ребята сделали точно правильную ставку на большом рынке сделали success story и потом только раскатались на все остальные регионы но нигерия это прям супер большой вызов точки зрения того как вы там будете проводить время потому что вы там будете жить просто в одном как экспат в одном куполе скорее всего не будете выходить без машины на улицу в общем это накладывает определенные сложности хотя рынок очень большой но повторюсь тоже нигерия очень сложная очень сложная страна спасибо еще один вопрос как искать партнеров через которых работать с операторами мне кажется что я бы точно вот писал бы там миша ляпина да там мне вот ребятам кто еще выходил на африканский рынок предпринимателям потому что ну как минимум точно какие-то контакты есть этим можно поделиться это самый первый шаг второй шаг linkedin очень хорошо работает на африканском регионе то есть например если вы продаете условно у вас какой-то продукт для ритейлеров да вы заходите смотрите с кем этот ритейлер партнерится может быть консалтинговой компании с местной или с каким-нибудь поставщиком какого-то оборудования которое может быть как-то комплементарно к вашему сервису если мы говорим про сервис и прям находите там не знаю cmo ceo этой компании пишите ему что вы ищете партнера хотите организовать партнерские продажи у вас есть классные решения там которые вы сделали условно в восточной европе или россии и люди очень часто отвечают поднимают зумы и вы с ними будете общаться еще очень важный момент про африк который я не сказал который сейчас стал наверное ну супер актуальным в африке все супер рады бизнесом продуктам и людям из россии то есть это люди то есть это страны которые вообще обходят любые санкции если не обходят они не применяют отношения отношения россии у них есть вообще какой-то классный какое-то представление про про русских людей потому что многие их папы и дедушки получились в советском союзе во всяких там университетах и многие из них знают слова привет и калашников в общем наверное сейчас да в наших условиях окажется что это такой регион который точно где вы точно не встретитесь с какими-то проблемами как вот предприниматели с российским бэкграундом спасибо большое за ответы на вопросы за выступление такое емкое насыщенное если ты не против я твой телеграм-канал закину в чатик спрашивают хотят подписаться мы тебя отпускаем на небольшой перерыв сейчас у нас будет рассказ про то как акселератор фли помогает предпринимателям выходить на глобальные рынки и потом роман вернется и расскажет как и почему они сейчас работают на рынке узбекистана вот я приглашаю гаржи сео программу google обла и екатерину шкурину начальник отдела акселессионных программ оно мэдс поделиться тем как мы сейчас совместно можем помочь предпринимателям выходить на глобальные рынки спасибо олеся привет всем привет привет кати друзья наверняка вы уже знаете по крайней мере те кто регистрировались на мероприятие что у нас есть совместная программа вместе с московским экспортным центром где участники могут получить софинансирование от московского экспортного центра это уже не первое пято да по счету вот это уже пятый практически юбилейный поток который мы делаем совместно нам она очень нравится потому что благодаря ему очень многие компании из москвы получили возможность участвовать программе глобал и делают то уже достаточно хорошую выручку на международных рынках а сейчас особенно когда у нас непростое время это мера поддержки особенно актуальна кать давай с тобой поговорим про не каждый знает мэдс совсем наслышал аббревиатуру не очень понятно что это такое расскажи пожалуйста в двух словах что такое мэдс и как он функционирует ребята всем привет еще раз представлюсь меня зовут екатерина шкурина я являюсь начальником отдела операционных программ московского экспортного центра московский экспортный центр это автономная некоммерческая организация создана при принимать департаментом предпринимательства инновационного развития города москвы основной задачей цели которого является поддержка московским компаниям по выходу на международный рынок грубо говоря мэдс это единое окно по получению мер поддержки для предпринимателей которые уже давно экспортируют опытные экспортеры или для предпринимателей которые только задумывались об экспорте экспортно ориентированные предприятия все они могут получить наши меры поддержки указанные на сайте вот одно из наших главных мер поддержки на которой сейчас идет набор да это софинансирование аксерпционной программы go global совместно с фондом развития интернет инициатив в размере 85 процентов чему мы очень рады круто да и думаю что все участники тоже рады уже сейчас идет действительно большой запрос на разные культурные особенности на новых рынков даже серия вебинаров который у нас сейчас идет направлен на то чтобы рассказать про новые рынки зачастую экзотические а скажи как московский экспортный центр может помочь в этой части что сейчас занимается да сейчас меры поддержки сфокусированы как раз на рынке которые раньше были не так популярны у нас сейчас проходит также серия так называемая сейчас торг предом да мы приглашаем торг преды разных стран и разговариваем с ними о культурных особенностях страны как вы сейчас делаете да и разбираем запросы от экспортеров предприниматель практически в прямом эфире вот по этой части конечно плюсом по аксерционной части мы все наши программы в том числе программа go global сфокусировались на тех рынках которые сейчас будут самыми актимальными для вас отлично а так получить софинансирование окей вот то если компаниям в москве заинтересован в том чтобы поучаствовать в акселераторе получиться финансирование какой официальный порядок что и нужно сделать первое что я отмечу мне кажется самое главное чтобы все это не себя зафиксировали что это конкурсный отбор то есть это конкурс на место у нас 30 мест на этот поток и скорее всего будет набор на следующий поток вот у нас есть самые главные формальные признаки эти признаки распространяются на все мироподдержки да могут получить компании которые зарегистрированы в москве более полугода которые не имеют задолженности перед бюджетом более 100 тысяч рублей которые не находятся в стадии реорганизации ликвидации все что с этим связано и состоящий в реестре малого и среднего предпринимательства так как главную поддержку мы оказываем малому и среднего предпринимательства это формальные признаки по неформальным признакам программу которая озвучивает я просто скажу да это о том что выделенный бюджет на маркетинг команда и знание английского языка но мы сейчас просто это обобщим вот по этим признакам вы можете подать заявку на нашем сайте оставить лид далее пройти собеседование уже с консультантами фонда развития интернет инициатив затем вам нужно подать заявку через личный кабинет электронно через цифровую электронную цифровую печать заявка подается очень быстро она очень маленькая из двух строк прикладывается бухать бухгалтерская отчетность но это опять же если вы на основной системе миссии дальше все ваши заявки собираются и индивидуально каждую заявку рассматривает экспертная комиссия после чего на закрытое голосование и те 30 счастливчиков попадают в программу в общем то порядок такой спасибо я добавлю со стороны что у нас обычно 10 компаний на одно место конкурс потому что нас в районе 250-300 заявок мы получаем на каждом наборе из этого выбираем как раз там 30-40 компаний действительно большой конкурс на отбор и мы смотрим по тому насколько команда готова к выходу на новые рынки отлично а как вы не только у нас такие программы как как в целом оцениваете эффективность программа как понять она была полезна для компании или нет и для вас какая мира оценки ну во первых я хочу сказать что сейчас у нас прошло 4 потока 99 участников и мы получили эффективность около 300 процентов это пропорция затрат на компанию и на вложенный рубль полученной экспортной выручки что такое экспортная выручка это информация которую мы запрашиваем у предпринимателей которые прошли акселляционную программу в информационном письме с просьбой ответить нам информационный на вопрос заключались какие-то экспортные контракты информационное письмо на официальном бланке не требующие никаких финансовых документов приложений вложений и так далее собственно эти эти письмо суммируем и у нас получается эффективность программа в нашем случае если программа стоит там в районе одного миллиона рублей и московские экспорт-центры оплачивают допустим это один миллион рублей вы оцениваете что компания получишь это софинансирование получила выручку например на 60 миллионов рублей за год или за два года вот эти 60 миллионов 100 миллионов это и есть как раз вот это соотношение к вложенному рублю да да все верно но мы собираем в течение трех лет да в течение трех лет тем более звучит как крутое предложение для компании но хочется найти подлог в чем в чем он что в ответ должна сделать компания компания попадает в какие-нибудь страшные списки санкционные или куда-то еще или компании нужно отдать часть своей доли бесконечные отчеты и прокуратура возле своего офиса что получает компания скажи пожалуйста смотрите но первое я хочу отметить что это мер поддержка это не грант то есть мы вам не переводим эти деньги да которые вы должны потратить на получение этой мер поддержки поэтому вам не нужно отчитываться за потраченные деньги это первое софинансирование программы это немножечко разные меры поддержки если вы сталкиваетесь с другими сайтами грантами то это знаете уже что если получаете деньги тогда вы должны за них почитаться я скажу первый момент что важно чтобы вы максимально понимали о том что вас ждет в программе о том что вам нужно максимально 3 месяца вкладываться временем работы усилиями для того чтобы пройти аксорбционную программу выступить на дыма дни рассказать про свои результаты это это в принципе самое важное то есть для того чтобы не было таких случаев что ой я хотел просто посмотреть я я вообще не ожидал что то есть там на середине программы осень надоело я пошел вот этого вот это вот не хотелось бы от компании получить хотелось бы получить максимальной отдачи во время акселерации ну а дальше уже когда вы про программу заканчиваете как я уже повторилась информационное письмо в котором вы можете указать о том что мы еще не заключили экспортный контракт или заключили какой-то экспортный это все это все это правда я задаю вопрос не потому что я не знаю а действительно так потому что вначале я тоже не мог поверить но как мы сказали уже 4 было потока уже два года мы делаем этот набор действительно там очень простая схема и реализации и потом отчетности единственное вот это информационное письмо оно является обязательным в ответ на прям прописывается в договоре так понимаю что в ответ на обращение от нас либо от экспортного центра московского нужно предоставить информационное письмо это такое одно достаточно простое но обязательное условие да вы можете в информационном письме оказать что сейчас на данный момент контракты никакие не заключены окей но что если действительно не получится включить контракт потому что для многих выход на международный рынок это гипотеза и многие идут туда чтобы проверить действительно ли например как там сегодня мы обсуждаем на рынке африки например нужен мой продукт или не нужен и кто не может сказать однозначно что да это будет продаваться вот компания прошла акселератора очень старалась делала все необходимое от компании действия по примере попробовала и вот не получилось не шмагла что грозит команде если она не сделала экспортной булочку ну во первых я хочу сказать что эффективность собирается конкретно с программы с потока вот нам важно получить эффективность в общем для того чтобы наша дальше программа с вами на следующий потоке масштабировалась а второй момент что как я отметила что мы собираем уже три года три года после того как закончили акселератор мы очень надеемся что в течение трех лет у вас получится выйти на международный рынок отлично это действительно так я тут добавлю что так как мы как акселератор фри занимаемся отбором как раз еще на этапе отбора стараемся выбирать те компании у которых есть возможность выходить перспективы если мы сразу понимаем что в конкретном рынке или с этим продуктом очень мало вероятно или будет невозможно мы сразу это говорим и просто такие получают меньше баллов поэтому у нас вот этот отбор он тончите и про это окей вопрос как раз задают в части я продолжу этот вопрос здесь яна спрашивает сколько длится программа я скажу сразу что текущая программа там месяц московский длится три месяца но в b2b на новом рынке три месяца можно только что-то попробовать мы сказали или там сделать первые продажи для полноценного выхода на новый рынок нужно отознать что больше времени мы оплачивать только три месяца московский экспортный центр или возможно какие-то другие вариации и там оплачивать еще там следующие полгода тоже если есть продажи мы софинансируем так называемые стартовую да я можно так назову да ваш трехмесячный старт где вы начинаете понимать понимать методологию при начинаете понимать как вам выстраивать свою экспортную стратегию к трем месяцам да если вы заканчиваете вы понимаете что вам нужно продолжить ваш акселератор уже уже не в рамках сфинансирования мэдс я знаю то что есть так называемый пост акселератор своих не бросаем где вы можете индивидуально конструировать для себя да наиболее нужные вам консультации или какие-то там часы и любой консалтинг вообще спокойно можете обращаться на самом деле нормальная практика учитывая что битуби и вообще в этой сфере цикл сделки да может доходить до года и и более поэтому поддержка оказывается во время после и все вместе но к сожалению да софинансирование вашей стартовой трехмесячной программы для того чтобы так сказать весь вкус и старт и стартануть как да как перевод акселератор стартануть на международный рынок окей то есть софинансирование как раз в самом сложном периоде запуска дальше уже компания можно оплачивать сама и продолжать получать консалтингу и экспертную поддержку отлично что нужно прямо сейчас сделать компании чтобы получить софинансирование части программе последний call to action нужно сейчас если вы по формальным признакам который я озвучила точно понимаете что это я и я хочу набрать поисковике мэдс зайти во вкладку операционной программы выбрать фри и оставить ли в принципе лиц состоит из трех срок вот все что сейчас можно делать отлично да либо можете сразу набрать google global free мэдс попадете на сайте и оставляйте заявку спасибо большое еще раз отмечу что мы с московским экспортным центром уже несколько сделали программ мы как акселератор очень довольны выпускники очень довольны у нас после акселерации компании попадают еще в наше комьюнити more to be free очень много происходит встреч экспортеров в рамках этого комьюнити и точно знаю что и катя и ее коллеги очень поддерживают сообщества сами регулярно их собирают как только появляется какая-то важная информация скидывают на самом деле очень большая редкость одни на мое уважение к тебе и команде спасибо вам и спасибо друзьям я передаю возвращаю слово олесе тебе и николаеву судя по всему вижу что он подключился по видео спасибо гаджи спасибо катя ссылочку на регистрацию на программу тоже скинули сейчас в чат так у нас был роман лаврентьев он обещал еще рассказать про рынок узбекистана но к сожалению написал что вынужден убежать на встречу никак не смог он к сожалению задержаться у нас мы договорились с романом что он прямом эфире в нашем телеграм-канале google оболчену выступит чуть позже возможно после майских праздников и расскажет все-таки почему они после африки пошли на рынок узбекистана вот вы можете подписаться на наш канал сейчас мы в чатик скинем вам ссылку на наш канал и вы туда подписывайтесь мы туда выложим и запись сегодняшнего вебинара и там же пройдет эфир с романом росбекистан вот и также еще хотела сказать что у нас есть мы сделали несколько чатов про масштабирование бизнеса на разные разные рынки китай индия турция латинская америка латинская америка не наш чат африка и так далее а сейчас мы их тоже скинем в наш чатик вы можете туда подписываться находить других предпринимателей делиться опытом спрашивать у них мнение у нас там собирается такое сообщество по интересам и по необходимым рынкам туда же мы скидываем и анонсы и какие-то полезные статьи и информацию по разным регионам вот я передаю слово николаю харину он только что прям приземлился из казахстана с наисвежайшим просто контентом про то почему выход на рынок казахстана может быть окном для того чтобы масштабироваться вообще на весь мир николай тебе слово да хотелось бы начать как-нибудь по-казахски сказать всем доброго вечера но я не настолько казах чтобы такое говорить но я могу похвастаться карточкой caspy gold который я могу гораздо больше чем вы можете со своими картами да друзья меня зовут николай харин мы наш проект звонобот мы выпускники при 2017 года и где-то в 2019 18 году мы задумались что надо куда-то идти помимо россии еще продавать наши продукты и встала дилемма куда же куда же идти то где где же хорошо ну понятно что везде хорошо где нас нет а все показывается презентация даете всех надеюсь и стал выбор типа рынок россии заканчивается плюс есть какие-то амбиции чтобы что-то попробовать нового мы начали думать кожи гелу выбрать тут на самом деле было а смотрите еще к штука я вот что-то анонсировать видео этот код мой в телеграме я просто когда думал что же рассказать вам непонятно вас тут 70 с чем-то человек непонятно ну как бы что вы знаете что вы не знаете не хочется просто в пустоту куда-то долбить поэтому просто просканьте этот мой телеграм и мне в личку пишите вопросы что вы хотите о казахстане сказать мы прямо под вас будем сейчас верстать программу чтобы я не рассказывал то что вам не интересно или то что вы знаете вот окей так что пишите сообщение чем надо знать о казахстане смотрите мы начали выбирать какой же гелу выбрать наш продукт ну это голосовой робот да и куда же его сунуть мы думали как бы есть такая байка я ее часто слышал что надо сразу же идти на английские рынки почетом куда-то размениваться на какие-то другие рынки надо сразу же там сша в англию в страны тир-1 и когда мы вот пошли в казахстан многие говорили чего туда пошли на сразу же в штаты честно честно страшно было сразу же куда-то уходить далеко из россии вот это первое а второе ну чтобы штаты идти надо какого-то нормального англоязычного сел за а это ну если вы пробовали узнавать сколько стоит нормально англоязычный селс это возможно ваш весь бюджет на выход в международку и будет в общем мы подумали что хотим попробовать международку ну такую комфортную чтобы там на русском всем говорили чтобы было недалеко ездить так далее ну и решили просто выбрать какой-то из стран снг или или стран где много русскоязычного населения чтобы нам было проще адаптироваться не нужно было искать локалов и вот вы видите слайд тут в принципе все очень понятно почему мы выбрали казахстан то есть посмотреть ввп на душу населения казахстан там типа около россии до очень близок если посмотреть там ежемесячные зарплаты долларах туда же где-то обскакивает россию там по пенсию ведь рядом по количеству русскоязычного населения по всем параметрам казахстан нам показался интересным делом мы подумаем почему бы туда не пойти да ну типа второй вопрос все мы подумали надо идти в казахстан а вот как как вообще делать наверно надо там сайда какой-то или или что и мы начали делать следующие вещи по моему 2017 году мы посмотрели какие есть конференции в казахстане и и и пошли на конференцию астана моих самим это конференция была среди рекламщиков в казахстане они приглашали спикеров и мы вышли у нас еще не было продукта адаптированного под казахстан у нас была просто идея и мы подумали такая разведка боем я выступил с докладом до в этом в казахстане и в конце ну как бы сказал что мы ищем партнеров в первых клиентов и так далее и на самом деле был большой шквал людей вот такой вам хак непростой простой хотите выйти на какой-нибудь гелу можете попробовать напроситься спикером мне это кстати стоило 0 рублей мне даже еще платили перелет проживание помимо сам оплачивал вот и там где-то человек 300 было где-то наверно человек около десяти там разных партнеров клиентов пришло поэтому вот такой простенький хак ищите конференции напрашивайте сюда спикерами выступать это часто бесплатно ну точнее вообще ни разу не платил чтобы когда выступал и это дает какой-то первый буст первое знакомство с гелой каких-то первых последователей вот мы там нашли людей которые у нас еще продукта не было да и где-то год как сказать ну вот ничего не делали да называется титимять титимяли но когда мы все-таки уже разразились и подготовили сайт так далее у нас уже было нормальное комьюнити у нас были нормальные локалы потому что мы были знакомы и мы туда им отгрузили там черный перевод сайта спрашивали по налогам и нам комьюнити очень быстро помогало там подсказывал комьюнити вот этой конференции подсказывал где можно найти контору которая будет помогать открывать у них там т.о.о. товарищество это ну их не ложка этот т.о.о. точнее наша ложка их не т.о.о. не помню как расшифровывается вот на самом деле это все очень легко открывается там есть много аутсорсинговых бухгалтерских контор если кому-то надо пишите мне я вам свою порекомендую там вроде нормальные ребята нас не подводили и довольно таки легко я честно не буду вас обманывать я не помню нужно ли там приезжать но тогда такое ощущение что даже возможно не можно было удаленно открыть контору или максимум один раз можно нужно было приехать в казахстан чтобы что-то подписать и контора заработала вот и в общем и да сделали эту контору там очень прикольно налогообложения на такое же как в россии только там поменьше далее чем ну да по открытию т.о.о. интересного селиклимов уже спрашивают а слушай опиши что интересно я тебе расскажу там просто на контакт дать этих бухгалтеров у них кстати вообще это стоят копейки какие-то небольшие деньги вот их эти всякие сопровождения и так далее поэтому лучше велосипед не изобретать просто заплатить ребятам я не там тебе все сделают вот это мое мнение такое далее кстати еще очень классная штука и это фришная комьюнити все контакты дам не проблема а фришная комьюнити то есть мы когда проходили акселератор 13 познакомились там с парнем я забыл как его зовут уже вот но написав чат выпускников фри мы тут же договорились что вот встретимся и тоже как бы знаете это первый вход в дело он очень такой непонятный то есть тебе просто надо хватать всю эту информацию чтобы ну как-то все сходилось и очень важно чтобы были вот какие-то друзья тварище кто просто там может там не знаю за кружечкой пива тебе нормально все объясни как тут чё работает как тут чё не работает чё можно чё нельзя а чё можно но осторожно ну вот знаете вот такие беседы вот поэтому фришная комьюнити тоже круто если тут фришники есть то пишите просто в чатике там если тут там казахи узбеки и так далее то есть ребят отвлекаться и довольно таки нормально ведут диалог далее где-то прошел год как мы начали тихонько работать в это в казахстане пока куда бедно и стартового программа акселерации как выход выход стартапов на рынок казахстана что такое тот техгарден там короче коллаба каких-то непонятных компаний было они делали этот проект стартапа для казахстана вот мы такие думаем круто все там подали заявку там какое-то проходили даже обучалку как там казахстане бизнес сделать типа и самое интересное это был у них экспертная труба наверно да а в какой-то момент организаторы акселератора собрали на одном месте все главные предприятия казахстана там были я помню этот байконур даже был это какие-то заводы там в общем было нормально мы поехали в казахстан уже с второй раз там с селзо и кстати вот там ну давайте попозднее закончу покажу вам видосики как как я там выступал провокационно но это мой любимый стиль но короче какая есть особенность казахстана я надеюсь что ребята если из казахстана есть не будет сильно не будет сильно обижаться но вот говорю как вижу да что называется чувствуется отсталость технологическо чувствуется отсталость где-то в образовании да возможно у людей и как бы очень казахстан очень напоминает россию так лет ну по менталитету лет пять-десять назад здесь никого сильно не видел вот и короче знаете и еще там есть такая особенность неприятная что это доля госсектора то есть в россии доля госсектора большая то в казахстане доля госсектора это просто безобразно большая и отсюда идут все эти побочки неприятные для бизнеса которые есть сейчас вам расскажу как то есть мы при полетели на этот экспертную трубу то есть там около 20-30 крупных предприятий было мы сейчас думаем расскажем походим по столам расскажем каким и звонобот какие мы крутые классные и много будет клиентов у нас я честно сидел о каждом предприятии там читал готовы под них офферы короче расписывал ну просто от души готовился и потом было я это назову казахстан мы пришли ну как бы там какое-то было бла-бла-бла там стартовый как все здесь круто люди сели за столы было расписание как ты должен был уходить по столам и когда я начал подходить к третьему столу я начал замечать следующую штуку я подхожу к третьему столу а человек встает и начинает уходить стойте у меня сейчас с вами по расписанию там встреча не знаете я вот что-то там спешу тороплюсь до свидания окей иду и так через каждый стол начал подходить он там или пустой или человек передо мной уходит и я думаю блин да что же это такое и потом пришло просто понимание такое грустно что да доля госсектора большая и отсюда просто люди приходят отмечаются уходят то есть они вообще не заинтересованы ни в каком развитии своих предприятий так далее и это очень грустно я не знаю да и непонятно как с этим работать у нас хорошо история пошла только с частным бизнесом с госсектором там прям как то вот все грустненько еще вторая вещь которая тоже очень сильно заставила грустить меня это кумовство тоже надеюсь ребята там кстати если есть ребята казахи то там тоже может написать в чате там плюсы минусы там и обманывая или нет но кумовство там какое-то в общем страшное дело то есть я по бизнесу общался с людьми там рассказывал продукты и как только я им что-то рассказывал то первое что они начинали говорить слушай у меня там сестра она вот и каждый раз то есть чтобы я не говорил то казах всегда начинал находить какого-то родственника который может как-то быть в цепочке вот этих событий связанных и пришло понимание что если у тебя нету кума какой-то компании то тебе без кума особо делать нечего потому что вот это кумовство брат братана свой за своего там но это гораздо сильнее выражен даже чем в россии там лет десять назад на вот и с этим надо работать с этим надо мириться и вот нам особо с госкомпаниями казахскими нормально там поработать то не получилось но частным бизнесом там более-менее люди уже заинтересованы на результат на какой-то бизнес действия с ними нормально вот вот с гасухой вообще беда то есть там им просто если ты не чей-то кум то есть надо искать куму кума вот все равно вот этот какой-то акселератор да который был тех garden я не помню кто назывался он был нормальный потому что части каких-то людей компании там было все-таки может быть две-три компании мы нашли нормальных и с ними начали там работать вот далее что это я потом расскажу про банковские карты если вам интересно казахский какие-то как можно оформлять это вопрос более чем горячий как там netflix и проплачивать в общем я небольшую экспертизу получил поехали дальше да смотрите прошел еще один год то есть это где-то в по моему восемнадцатом году мы стопнули а будет дальше статистика вот и смотрите это у нас за 19 года просто взял слайд нашего доклада в девятнадцатом году мы уже поехали на стартап казахстан какой-то был конкурс стартап казахстан тоже опять же бесплатно туда зашли то есть ничего не платили никому вот поехал нас витя бордулина ничего не работает и катя обметкина продукт менеджер и селс и там ребята уже у них был нормальный продукт нормальный оффер и ребята просто со сцены нормально закрыли клиентов остатки нет но у них нормальный был короче привод клиентов просто после конференции и да давайте просто по тексту пройдемся тут уже не презентация просто текст а да вот начали в восемнадцатом году начали вообще у нас не было личного кабинета никакого просто ручные продажи тестовые и начинали так у нас не было юрлица казахстане у нас такая сфера это звонобот звонки там если у тебя юрлица нет на гео то у тебя всегда цену как бы часто хороших центра не может найти у нас был какой-то более конкурент на тот момент серьезных казахстане но мы технологические вопросы сожрали там он не позволял делать то что мы могли делать вот в общем начинали так в ручных продажах и продавали мы даже ниже себе себестоимости потому что на себе с закупа там трафика был большой мы знали что если сделаем свою контору мы сможем резко понизить этот закуп вот в стартап казахстане в восемнадцатом году мы получили 5 крупных клиентов и два партнера да кстати про партнеров это тоже тема классная ребята это вот еще с первого моего визита там по 17 году в казахстан когда это на всю сцену сказал что знаете мы открываем новое дело пришел человечек человечек я не знаю как правильно назвать я их всегда называют у когорту интернет шустрилы да простите мне мой жаргон в общем это какие-то маленькие веб-студии которые занимаются там продвижением клиентов да там настроить всякие гуглу яндекс и там силошки прочее и это наш любимый сегмент мы любим с этого сегмента с интернет маркетологов заходить в дело потому что там одного человека давай ему партнерку но есть доступ там большому количеству клиентов и эти клиенты обращаются к интернет маркетологу со схожими проблемами что и решает наш звонобот вот в общем этот интернет шустрила блин не помню как его не хамзат а султан султанами его зовут да так классно а он нам очень сильно помогал нам сайт помогал переводить он нам там помогал какие-то юридические вопросы в общем важно найти такого товарища который вам по бизнесу будет помогать это сильно нас продвинуло далее как мы еще по казахстану делали мы просто по холодному ушли по тем же сегментом что евро там плюс минус это схожа что тут еще интересно то сказать далее а вот что еще в казахстане да смотрите русский язык я вот не помню там по срезке сколько он но большая часть населения говорит на русском языке более того та часть населения которая не говорит на русском языке она особо не интересно но это те которые говорят на русском это зачастую из каких-то дальних деревень аулов которые не очень интересны рекламодателям и как бы особо особо мы не обращали внимание то есть начале было какое-то возражение что мы хотели даже свое распознавание казахского языка делать потом чуть ли какие-то были у нас загоны что надо делать знать это когда смесь языков хинглиш там суржик и в казахстане тоже какой-то есть казахско-русский думали такую не рассет купили не надо ничего просто русский язык для казахстана подходит для тех кого не подходит он вам не подходит вот так лучше далее что еще из интересного степени да очень важно казахам чтобы они как бы кумовство или отзывы поэтому надо их задабривать очень любит очно встречаться да там пить выпивать это вот все у них как бы как 10 лет назад то есть можете вспоминать россию 10 лет назад это все сейчас как был в казахстане очень по по коже по менталитету да и вот они прямо любят как месяц быстро какие у нас были сегменты рабочие сейчас и инфобиз очень активно в казахстане идет и у нас так много клиентов именно из инфобиза также у нас были м-фошки это микрофинансовые организации которые также вы делали коллекцию через нас и логисты которые ну там всякое передвижение грузов и так далее ну фитнес-центры доставки интеграторы системы это вот тоже все было ну и мы выросли в казахстане что с двух человек сейчас до шести конечно было очень тяжелое начало года как вы помните с событиями в казахстане вообще у нас там девочка такая героя немножко не в тему но я все-таки упомяну это катя обметкина она вообще такой трекшн дикий делал это у нас мы называем его мать снг она вот за снг отвечает у него было два офигенных два классных дело казахстан и украина и в январе там с казахстан начало помните что у нас там трафик сел сразу же но сейчас мы восстановили а дальше вы знаете что стало со вторым делу его в принципе не стало и катя вообще бедолага у него там вся зарплата просто упала до нуля но 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 сейчас зато в казахстане работать дай боже ладно едем дальше а вот самое интересное так как росла наша выручка восемнадцатом году от тестовые были какие-то продажи первичные там тысяч на 13 продавали в девятнадцатом году уже на два с половиной миллиона и потом смотрите мы начали примерно удваиваться с двадцатом пять двадцать первом десять вот двадцать втором не знаю там как будто так это все лихораде около шматила и когда россии плохо казахстану тоже плохо и сейчас казахстане тоже как бы ну в общем сейчас тоже не супер крутой трекшн из-за всех этих событий которые не знаю даже как назвать а это по трекшн а вот сейчас я может быть я могу вам еще показать какие-то там фотографии видео штуки или пойти отвечать по вашим вопросам потому что ну какую-то базовую вещь вам сказал а это кстати qr-код на все мои контакты которые которые могут быть там на всякие мы в казан запрещенные сети на телеграммы мы в общем кому у кого остались вопросы или кто хочет дальше продолжить за мной следить вы можете охота сканить там ну и следить за за мной по всем каналам или писать мне по всем каналам а сейчас хочется от вас получить вопрос там или в телеграм или в чат ну чтобы по ним пойтись давайте я пока выдумать над своим вопросом я легонечко резюмирую как мы захотели в казахстан первым просто взяли знания википедии и их наложили на какие-то свои вещи кстати у нас еще есть такой я не помню как это научно называется вещь это какой-то фактор который свидетельствует что вашим делу выбранном делу будет хорошо у нас один из таких факторов на год это голосовый робот это товар заменитель sms рассылки и мы еще дело часто выбираем когда смотрим разницу цен на одну sms и на одну минуту соединения и когда в каких-то дело sms может стоить там девять рублей например вот как в казахстане там какие-то оверпрайс по sms кстати может 9 и 6 рублей как раз казахстан а цена минуты наоборот дешевая и получается создается очень большая дельта в этих инструментах и там потребность в роботе нам там нормально это тоже один из наших факторов а так знания википедии часто вообще вам могут открыть глаза на многие вещи сколько там людей на каких языках говорят сколько там населения ввп и чего ожидать вот вторая вещь это участие в конференциях как я вам говорил мы в трех в трех да вот таких активностях локальных участвовали с каждой активности мы лично там знакомились с казахами и укрепляли нашу дружбу народов вот и главное найти себе какого-то такого дружище который старший товарищ по бизнесу который будет тебя консультировать ну и также не надо изобретать велосипеды там саму как открывать компанию просто надо ребятам дать каким-то олдсорсером деньги не за вас откроют ну а дальше там чего пытаться пробовать страдать и делу ковырять вот обычно первый год это это страдание большие это не наше первое не первое дело наша открыто и знаете еще такое не знаю там как по таймингу но последнюю такую мысль скажу о которой так подумал что вот когда гелу открываешь это большой стресс и у нас чтобы открыть дело это примерно прикидывал один или два продукта увольняется ты открываешь дело с каким-то продуктом он там идет на энтузиазме на третий месяц начинает у меня не получается он там пятому депрессует увольняется берешь второго продукта он снова на энтузиазме и вот так ты уволенными продуктами протаптываешь дорогу в дело с третьего продукта запускается все главное не бояться потому что ну так с первых шагов как вы видите в первый год только 13000 рублей получили супер много так я смотрю какие то вопросы его дима кулицкий тоже тебя рад видеть пошли так я я чтение просто насколько говорит о казахстана по дальнейшему что беру не в турции и ранее узбекистане слушай я не знаю но мне кажется это может быть релевантен то есть на конференции наверное можно попробовать по заходить не знаю в иране какие конфликты а в турцию мы кстати на конференцию ездили кстати в турции мы летом ездили ну так она была локальная конференция русских в турции но там много таких локальных движух то есть я в турции бы потестил участие в комфорт как способ продвижения и поиска первых комьюнити на творка чтобы заходить поэтому ну-то алексей иванов не знаю насколько это релевантен наверное релевантен чего нет то есть надо находить просто людей с которым ты будешь общаться и надо приезжать на ту дело в которой ты хочешь зайти ну это вот такие мои старческие методы то есть надо походить по делу в которой ты хочешь зайти так попал по узбекистану вопрос у тебя слушай мы прощупывали узбекистан там очень но там как бы малый рынок вот мы построили википедия знания всякие там по и прочее поняли что там рынок но такой не супер вкусный это раз а второго что там в узбекистане если я не ошибаюсь не очень большая доля русскоязычного населения это два и мы в узбекистан хотели заходить через партнера через султана по моему потому что султана там есть клиент в казахстане в узбекистане нам самим не охота мы там какую-то то ли ему франшизу хотели продать то ли чё то ли просто договориться и вот он пока очень медленно но у казахов не как бы не очень скоростные ребята такое есть не обижаются на меня вот ну вот султан медленно идет так сказать по франшизе открывать узбекистан но не могу тебе сказать насколько там в узбекистане хорошо потому что мы сами не захотели идти поняли что нам такие дела не так интересно венчурные фонды из казахстана суши тогда общались но я тебе рассказывал как мы ездили на тех garden я тебе что там ну как бы вот людям ну вот если ты не чей-то кум то очень тяжело идет общение и плюс видишь там не нужен был венчур то есть там чтобы открыть дело казахстан это небольшие расходы ну как бы вообще мы сказали ну да то есть мы звонили из россии представлялись казахами ну то есть что там открывать какие большие деньги там больших денег нет на открытие поэтому и венчурные фонды тоже не нужны были но опять же вот после тех garden особое желание там ходить по этим штукам нет окей так вроде бы все вопросы которые может быть еще есть олеся подсказывали если сейчас кто-нибудь еще скинет вопрос в чате кто будет давайте налиста и на свою телегу может быть да мне там написал кто-то написал по контору дать вот в казахстане который делал да вот соксинговую компанию василий я тебе завтра спрошу у наших девчат кто там нам это все делает а вот ну султан или ума ты лучше для старта а мы в султане это делали еще тогда был астана слушай там даже какая тема еще есть там какие то есть свои экономические зоны типа как нашей сколковской мы как бы не особо этим интересовались но тут надо может быть узнать делать эти особые зоны есть в алматы или в султане мы просто в султане открывали опять же нынче вот мы летали в алмату кстати знаете почему летали в алмату а потому что мы выбрали банк альфа банк в казахстане для ну расчетного счета и вы наверно знаете а вот астана h А вы, наверное, знаете, что с Альфа-банком произошло, и поэтому наш банк казахский попал под санкции, и поэтому нам нужно было... Нынче мы специально с партнерами летали в Казахстан, чтобы счет переоформить в другом банке, потому что у нас просто замерзло там все из-за санкций. И сейчас там приходится... Денег тоже зависло на расчетнике, и там какой-то есть лимит, мы там хотели даже казаху как-то ставить, там в день можно приходить и в банкомате сколько-то там... Я не помню, там 100 тысяч, но какое-то ограниченное количество денег в день снимать. И вот надо там ходить постоянно, ту карту таскать каждый день, и вот так, чтобы тихонько из расчетника деньги доставать, потому что банк под санкциями, он как бы от обязательств не отказывается, но вот растягивает это удовольствие по выдаче. В общем, так оформили. И еще себе как-то оформили, чтобы быть нормальными людьми. Если кому интересно, тоже можете мне написать. А, я хотел вам это, свой ТГ, показать. Да, вот, ТГ, если что. Если вам интересно, могу подсказать, как сделать карты нормальные, которые будут привязываться к Uber и Netflix. Мы разведывали, чтобы жить полноценно. Если что, пишите. А вот еще Василий пишет, как с выводом денег на РФ. Смотри, вопрос интересный. Я как раз, когда шел на доклад, в такси мы ехали с Лехой, с партнером. Я говорю, Леха, расскажи, я просто по бухгалтерии не знаю. Он говорит, там, если правильно все делать, то деньги могут двигаться от Казахстана в Россию, и из России в Казахстан без потерь. Вот. Это тебе расскажут про эти аутсорсинговые компании по бухгалтерии. Там нужно, там, по-моему, если какие-то есть ряд услуг, на которые ты можешь вот эти деньги пробрасывать, и они там не будут налогооблагаемы. Я немножко могу соврать, но такая тема есть, там, что-то за консалтинговые услуги или еще за что-то. Поэтому просто поконсультируйся с ребятами, у них дешево стоят эти консалтинговые услуги, и там движение денег из России в Казахстан можно, там, или с минимальными потерями, или, там, условно, с нулевыми. Мы пока еще не раскусили, как из Казахстана, деньги прошвыривать дальше в какой-то во внешний мир, там, не в Россию, а куда-то еще. Но пока и проблем такой большой не было. Вот. Сейчас анкета про санкции. А вот анкета про санкции, не понимаешь, что такое? А, и при регистрации про санкции адрес проживания, мы сейчас зависли при регистрации адрес проживания директора в Казахстане. А, слушай, я не знаю, да, там гайка закручивается, там все усложняется. Там вообще раньше можно было условно карту удаленно открыть, вот, а уже три дня назад это закрыли. Поэтому, может быть, да, новые правила регистрации директора в Казахстане ввели и ужесточили. Это вполне может быть, поэтому, ну, раньше было легко, там, чуть ли не без визита можно было сделать, вот, в восемнадцатом году, когда мы этим занимались. Поэтому вполне, может быть, да, такое есть. Вот. Так, ну, есть еще вопросы. Василий мне больше не пишет, здесь больше не пишет. Да, все, кажется, вопросы кончились. Николай, спасибо большое за такой вопрос-ответ, диалог. Очень весело рассказали вы про свои путешествия по Казахстану. У меня еще фотки были, но я там уже так время выжигал. Здорово. Ну, все, ладно, передаю, а то я так сбылал. У нас есть чат Free Network, ты в него тоже добавляйся, можешь там поделиться своими и фотографиями, и другим опытом. Я думаю, всем будет интересно. Да, запись будет, мы сейчас скинем ссылочку на наш чат Free Network, во-первых. Во-вторых, запись будет, запись мы обязательно вам всем скинем на почту, которую вы оставляли при регистрации. Плюс мы запись обязательно отправим в наш канал Go Global Channel, в котором мы как раз-таки публикуем все видео с нашей серии вебинаров про масштабирование на различные рынки. А также мы проводим в Go Global Channel прямые эфиры с предпринимателями. Так что подписывайтесь и в ближайшее время ждите от нас прямых эфиров. Вопрос был, кстати, про Турцию и Иран на следующей неделе, во вторник, 26 апреля. У нас будет последний вебинар именно в апреле из серии про международные рынки. Мы там будем говорить про Мену и про Турцию. Будет много спикеров. Приходите, присоединяйтесь. Будем вас ждать. Николай, спасибо. Всем спасибо за участие. И до следующей недели. Пока-пока.